здравствуйте уважаемые садоводы огородники меня зовут русских иван и вас приветствую на канале иванова наука и я очень рад нашей новой встречи сегодняшнее видео я вам расскажу самый простой способ как в 10 раз больше получить спаржевые фасоли я нередко вижу такие заголовки в 10 раз больше томатов 10 раз больше огурцов ну покормите гуматом калия это конечно все такая замануха и я себе таких заголовков не позволяю там в полтора раза еще можно что-то увеличить урожайность но максимум 2 но сегодня реально в 10 раз больше фасоли сделать это очень просто фасоль будь то спаржевая или зерновая делится на две крупные такие группы это кустовая и вьющаяся несмотря на то что вьющейся фасоли имеются некоторые особенности связанные со скороспелостью как правило фасоль более поздних сроков спелости если она вьющаяся но однако же даже вот эти некоторые трудности с возделыванием вьющейся фасоли связанные с необходимостью установки вот таких вот колов на которые они будут виться в полностью компенсирует колоссальное увеличение урожайности с а при площади на которой сидит эта фасоль вот представьте вот это же самая колоночка она бы занимала место здесь один ну максимум два кустика этой самой фасоли здесь же вырастет такой урожай и сбор будет бобиков идти вот этих спаржевых которые не совсем правильно называются стручками в простонародье но но бобики на самом деле бобы здесь будет идти 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 до самых заморозков сбор этой фасоли и вы ее соберете колоссальное огромное количество поэтому просто высаживайте вьющуюся фасоль и вас реально будет в 10 раз больше будь то спаржевой будь то зерновой фасоли и это обыкновенный огородик на юге беларуси любительский такой ну вот вот просто люди сажают и я увидел и мне было вот интересно вам кое-что здесь показать кроме того здесь сделано очень и очень разумное мероприятие вот смотрите вот посажена такая шпальера из вьющейся фасоли а здесь ну какие-то томатики какие-то перчики посажены слушайте но обычный людский огород а но вот здесь дуют отсюда превалирующие ветра ветра дуют упираются здесь фасоль ветерочек по ветру летит для и вот посмотрите как для задерживается на листьях фасоли она здесь прилипла листья фасоли выделяют большое количество лимонной кислоты для упирается накалывается на эти вот волоски которые здесь есть кстати они могут руки раздражать при сборе фасоли и в спаржевой и все тля погибла поэтому вот эта посадка она еще является кулисной и защитный как для вот этого небольшого огородика перца и томатов открытого грунта так и для вот такой вот ну тоже любительской огуречной теплицы поэтому высаживайте вьющуюся фасоль будто спаржевую зерновую используйте ее не только для получения продукции но также и для защиты своего огорода от тлей ну и в конце совсем немножко о фасоли многоцветковой это другой вид фасоли в отличие от фасоли обыкновенной он является перекрестником на него хорошо летят шмели этот вид хорошо опыляется и пчелами и шмелями всегда нужно высаживать несколько сортов для того чтобы был хороший урожай у этой фасоли очень крупные зерна хорошо развариваются бывают белого цвета если белые цветочки или окрашенные если цветочки красные цветочки также бывают двухцветные она очень декоративная и очень вкусная вне зависимости от цвета семян высаживайте и эту фасоль по крайней мере в качестве зерновой ну спаржевых сортов у нее нету и в отношении тлей она выполняет эти функции точно также что же вьющаяся фасоль это гораздо больше урожай и это защита огорода и это обогащение почвы азотом оздоровление вашего участка не игнорируйте ее если в этом году у вас нет спаржевой или зерновой фасоли вьющиеся обязательно посадите на будущий год некоторые трудности с установкой опор полностью компенсируются урожаем и отличными результатами не только на фасоли но и на других растениях на этом я прощаюсь с вами до встречи субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...